Книга «Открытым оком», 23 том. Тема «Монашество». Вопрос 3520. Вы уже столько раз говорили о вреде монашества в его сложившемся виде, далеко не идеальном. Может, уже хватит? Ответ Игнатий Тихоныч Лапкина. Пока есть объект, отравляющий землю, воду и воздух. До тех пор нужно будет предупреждать, как того отравления избыть. Гончаров создал образ Обломова Ильи Ильича, и ныне любого недоросля, не желающего вставать с постели, называют Обломовым. Это типаж на все времена. Хотя картину, озвученную даже Табаковым Олегом, невозможно до конца за один присест посмотреть. Столько там скукоты и смертной лени. Чингис Айтматов вывел образ Мангкурта, человека без мозгов, и ввел это слово в оборот. Но для этого нужен был, в кавычках, буранный полустанок. Вот так и мне, пока живо само явление, удаление от народа, пока есть желание прикрыть ленность святостью, нужно стучать и греметь о главном тормозе на пути евангелизации. Там просто явление, хотя и касающееся жизни, но только временность, с отголоском на вечность. Я же говорю о явлении сугубо религиозном, надуманном, захватившем, узурпировавшем всю духовную жизнь и власть в Церкви Христовой, и причинившего зло без края и без границ. Это же продолжается и сегодня. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих. Простые пересказы, без выводов ли стих, ласкают слух у гурманов от петых, но только эхом возглас их утих, забыто ни в мозгах, ни в сердце нет отметин. Я понимаю так не от себя, а сравниваясь с Библией Господней, по смыслу жизни, страху бытия, извлечь корысть душе, пока не поздно. Что пользы в выкрутасах из словес, для женщин в экзальтации абортов, кулящих и дымящих словно бес, а их таких, малеванных, как горты. За слово каждое спаситель обещал взыскать и высветить намерения гнусных. Он, слово вечное, начало всех начал, вся мудрость для смиренных у Иисуса. Извлечь из слова выгоду для всех, сегодня с разумением и духовным. О том, как в плач их превратится смех, из стихотворцев кто об этом помнит. Из сотни тысяч слов библейских извлеки, хотя бы слово подтверждая вывод. В зале остывшей есть ли угольки, в которых пламя затаилось с дымом? В стихах всегда любые повороты должны вести к Христу, в его атару. Он лучезарный, истинный и кроткий. Все небиблейское легко сведет насмарку. 26 августа, 2007 год. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...